Всем привет! Это новое потрясение, с вами Александр Плющев. Каждую субботу мы собираемся вечерком в стриме Старца Лайф обсудить главные новости в сфере хай-тек, кино и видеоигр. А вот по четвергам выходит ролик о том, что потрясло нас к середине недели. Своими потрясениями сегодня будет делиться платиновый состав Старца Лайф. Григорий Бубук-Бакунов, IT-эксперт в недавнем прошлом, директор по распространению технологий компании Яндекс. Игорь Игрицкий, кинокритик. Павел Кушелев, гаджетоман и любитель фантастики. Андрей Подшибякин, журналист и писатель, большой и опытный эксперт в играх. Мое сегодняшнее потрясение связано с далекой и малоизвестной широкому зрителю страной Сальвадор. Но на текущей неделе это маленькое центрально-американское государство прогремело так прогремело. С подачи президента страны парламент одобрил закон о признании биткоина в качестве полноценного платежного средства. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, где легализована самая известная криптовалюта. Теперь ее обязаны принимать по всей стране, в том числе для уплаты налогов, в биткоинах можно устанавливать цены. Ну, короче, практически обычные деньги, роль которых, кстати сказать, в Сальвадоре выполняет сейчас американский доллар. Там была своя валюта, но в начале 2000-х от нее отказались. Зачем Сальвадору понадобился биткоин? Дело в том, что его экономика во многом зависит от денег, которые присылают из-за рубежа трудовые мигранты. И вот буквально, чтобы не платить комиссию за трансграничный перевод и таким образом привлекать в страну больше денег, власти решают признать биткоин. Кстати, говорят, что так же могут поступить и другие страны, зависимые от переводов мигрантов, а также с финансовой нестабильностью. Ну, или подвергшиеся санкциям. Интересно, что в те же часы, когда парламент Сальвадора голосовал по закону, призванному увеличить входящий денежный поток, Госдума России принимала закон, который такие поступления, скорее всего, уменьшит. Речь идет о поправках, которые ставят под тотальный контроль Росфинмониторинга трансграничные переводы из определенного, причем закрытого пока списка стран. Ну, так у нас борются с иностранным влиянием. Про биткоин там в этом законе, правда, ничего не говорится, так что до кого-то, возможно, это и шанс. Вообще, на этой неделе биткоин, можно сказать, был в трендах новостей. Оба моих хай-тек коллеги сегодня рассказывают о своих потрясениях, которые вряд ли произошли бы, не будь на свете биткоина. Надеюсь, хотя бы в сегодняшних потрясениях, связанных с играми и кино, обойдется без криптовалют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически не работало. Связано это было с тем, что, напомню, злобные хакеры зашифровали все системы, которые управляли этой трубой и требовали выкуп. Выкуп составлял 75 биткоинов, и этот выкуп был заплачен. После этого все было разблокировано, и компания продолжила свое существование. Но вот что произошло на прошедшей неделе. ФБР внезапно отчиталось о том, что ему удалось перехватить большую часть, а именно 85% от переведенных биткоинов, и вернуть, так сказать, деньги обратно владельцу. Как это произошло, никто не знает. Есть только предположение, основное вот какое. Что так получилось, что неопытные пользователи вот этой системы DarkSide, которая позволила зашифровать и шантажировать компанию Colonial Pipeline, эти неопытные пользователи разместили свой кошелек вместе с приватным ключом где-то на серверах, находящихся прямо на территории Калифорнии. И привело это, понятно, к чему. Как только этот путь был прослежен, как он был прослежен, тоже большой вопрос, у ФБР в руках оказался приватный ключ от кошелька, и с помощью этого приватного ключа они перевели все, что хотели, а именно 85% от изначальной суммы, на какие-то свои собственные кошельки, с помощью которых и были возвращены деньги, собственно, стороне, с которой эти деньги вымогали. Знаете, почему 85%? Потому что вся вот эта система DarkSide, которая позволяла так или иначе шантажировать людей, это SaaS-система, такая система, которая работает как сервис для хакеров. И у нее есть свой небольшой процент, который она берет с каждого, как бы так сказать, штрафа для тех, кто не следит за безопасностью. И этот процент составляет ровно 15% как раз. То есть их часть в два раза меньше, чем те деньги, которые вымогает с каждого разработчика, находящегося в App Store, компания Apple. Ну вот такие благородные пираты, и вот такое сегодня потрясение. Я надеюсь, что Паша и Саша Плющев расскажут вам еще много всего вокруг подобных историй сегодня. Я, мне кажется, достаточно потрясен, даже прическа, видите, какая. Меня поразила полицейская операция, в ходе которой в разных странах и даже на разных континентах арестовали по тысяче человек. Но не каждый день такой детектив до нас доходится новостями. В общем, выяснилось, что пару-тройку лет ФБР фактически играл роль провайдера самой доверенной в преступном мире системы шипрованной связи, АНОМ. Это защищенный мессенджер, который поставляется на специальных телефонах. Фактически аппаратах, из которых выковырили чипы GPS, зачастую камеры и микрофоны, чтобы, дескать, никак подслушать было нельзя. Сам он стоит около 2000 долларов, еще 300 долларов в месяц, тип платной подписки, гарантирует удаленное быстрое стирание и исправление уязвимости в системе. Продали всего около 12 тысяч штук. В общем, идеальное, как казалось, средство связи для преступного мира. Пользовались ими и ангелы ада, банды мотоциклистов, и наркоторговцы, да бог знает кто. Но тут полиция ФБР выходит на пресс-конференцию и говорят, что с самого начала читали всю переписку, и одновременно в Америке, Австралии и Европе начинают арестовывать людей пачками. Как же все это удалось провернуть? 13 лет назад в Канаде на абсолютно законных основаниях начала работать компания Phantom Secure. Делала она ставку на нишу в защищенной связи, но тип для очень богатых. Описывался так, Луи Виттон в мире телефонов, аппараты, полувыпотрошенные в Блэкбери, на которых стоял мессенджер с сильным шифрованием. Дела шли не очень бойко, пока партию, чисто для Сэбэ, не купили как раз австралийские ангелы ада. И выяснилось, что полиция реально не может их взломать. По местному ТВ даже показывали сюжет о том, что, мол, вот канадская компания не отвечает на запросы, а мотоциклисты тут офигели, творят бог знает что, людей убивают, а мы не можем их привлечь и отследить. И этот сюжет оказался суперэффективной рекламой. Телефонами начал закупаться сначала весь криминальный мир Австралии, потом мексиканцы, картель Синалоа, потом еще кто-то, кто вывозил наркотики уже в Америку. И тут в дело вступил ФБР. Они приезжали в Phantom Secure, пересажали начальство, но, как выяснилось, не все. Тех директора компании включили в программу защиты свидетелей, потому что он отдал спецслужбам свою разработку, новое поколение шифрованного мессенджера. И ФБРовцы говорят, что им идея операции пришла в голову за пивом, когда они отмечали окончание дела Phantom'а. В общем, подправили шифр, чтобы все читать, и стали рекламировать новый продукт именно в преступных кругах. А те как раз искали замену телефоном Phantom. Одновременно сосредоточились на том, чтобы выкорчевать конкурентов. Там была парочка. Я так понимаю, что за три года ФБР стала самым большим игроком на рынке связи для криминала. Почему свернули операцию непонятно. То ли преступники начали подозревать, что полиция срывает их делишки не просто так. То ли узнали это доподлинно. Но там есть еще один интересный момент. По всем континентам часть как-то авторитетов теперь скрывается и от полиции, и от своих. Потому что верили в защищенную связь, заставляли всех своих ею пользоваться, и теперь имеют репутацию предателей. Привет, ребята, все, кто смотрит Старцы Лайф Ревайвл. Журналисты одного сайта американского раскопали потрясающую вещь. Оказывается, в фильме Спилберга 81-го года про Индиану Джонса в поисках утраченного ковчега, если вы помните такой фильм. Я думаю, что все его смотрели. Есть сцена, где Индиана Джонс, герой Харрисона Форда, которому на тот момент было 40 лет, а героине Карен Аланн, собственно, было 30 лет. Они выясняют отношения. И Карен Аланн говорит ему, что когда он начал с ней отношения какие-то, ей было 16 лет. А тот якобы отвечает, что, дескать, ты знал, на что шла. И вот журналисты теперь задаются вполне естественным вопросом, как такое могло быть. 16-летнюю девушку соблазнял, ну, наверное, 26-летний молодой человек. Тем более, что Карен Аланн подтвердила, что когда она снималась в этом фильме, то она так, собственно, и думала, что ей было 16, ему 26. И что вы думаете, по этому поводу разразился скандал. Теперь мы просмотрим все фильмы, где есть хоть какие-то отношения с несовершеннолетними у героев. И, в общем, вполне можем, ну, что, вырезать эти сцены, не знаю, осудить режиссера, осудить сценариста. Ну, в общем-то, лерастия как бы нарастает. Это говорит о том, что, в общем, действительно, я уже много раз об этом говорил, что, ну, людям делать нечего, потому что слишком хорошо живут. Ну, реально, понимаете, смотреть фильмы на предмет, я понимаю, что там с Лолитой, наверное, вообще какой-нибудь кошмар произойдет, потому что ее просто запретят. Ну, и полно фильмов, где есть, в общем, молодые люди. Ромео и Джульет, наверное, попадет тоже под эту историю. Ну, в общем, как бы потрясающе, что этим занимаются уже на полном серьезе и выпускают такие новости. Привет, друзья, с вами Андрей Подшебякин с Sherman Oaks, Калифорния. Солнце и прекрасная погода, как обычно. Потрясение на этой неделе у меня очень такое простое, оно и вас всех наверняка тоже потрясло. Анонсирован Battlefield был сейчас буквально несколько часов назад, он теперь находится в недалеком будущем, там происходит действие. И одним из основных героев этого всего является изменение климата, там солдат огромные смерчи крутят, люди выпрыгивают из самолетов с базуками и стреляют там во все. Короче, какой-то просто разрыв, а не будет кампании, не будет надоевшего, мягко говоря, всем Battle Royale, а будет только превосходный мультиплеер. Очень сильно ждем и обсудим его обязательно с вами в Старце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok